Думаете, что картошка это так просто? Сварил и съел. Не тут-то было. Картошка жареная, отварная пюре. Дальше картофель фри, картофель пай. Помните, сколько картофельных блюд могла сходу назвать повар Тося Кислицына, героиней фильма «Девчата»? Около 20. Не забыла Тося и о картофельной запеканке. Еще бы, в столовых ее готовили на огромных противнях, так что хватило бы на целую бригаду. Вспомним классический рецепт этого блюда. Сегодня в меню. Салат здоровья, суп-пюре из печени, картофельная запеканка с мясом, сметанные калачи. Лечение, реабилитация и престижный отдых. Культовое место оздоровления граждан – советский санаторий. В начале 20 века в России было всего 35 здравниц, но в 1919 году все так называемые лечебные местности стали государственными. В 70-х только в профсоюзных здравницах ежегодно лечились более 8 миллионов человек. Особое внимание уделяли питанию пациентов. Те, кто отдыхал в советском санатории, наверняка вспомнят витаминные столы и салаты. Например, здоровье. Чаще этот салат, конечно, готовили в санаториях. Его и сейчас там готовят, только основа может быть разная. Вариантов в приготовлении этих салатов достаточно много. На две порции берем одно зеленое яблоко, свеклу, морковь, 80 граммов чернослива и столько же грецких орехов, растительное масло и петрушку, соль и перец по вкусу. Измельчаем на терке морковь, яблоко очищаем и нарезаем соломкой и режем чернослив. Грецкий орех лучше использовать измельченный. Ножом мы не сможем так хорошо измельчить, как скалкой. Свеклу измельчаем на терке и теперь соединяем все компоненты. Растительное масло добавляют в салат для того, чтобы овощи лучше усваивались. Выкладываем салат горочкой и украшаем. Рецепт салата здоровья. Измельчите на терке морковь и свеклу, очистите яблоко, нарежьте соломкой, измельчите орехи, соедините компоненты и добавьте нарезанный чернослив. Полейте салат растительным маслом и перемешайте. Наваристый бульон, много овощей, мяса и щедрая ложка сметаны. Идеальный суп с точки зрения россиянина любой эпохи. Густые щи, рассольники и борщи – это основа русской кухни. Такую особенность вряд ли поймет иностранец, например, житель Западной Европы. Исторически европейцы чаще варили простые бульоны и супы-пюре, но и в советском общественном питании они встречались. Особенно, когда речь шла о том, чтобы накрыть стол для иностранной делегации. Основу торжественного меню составляли блюда русской кухни – фаршированная рыба, растягая, икра. Но в число первых блюд включали именно супы-пюре, например, из птицы, овощей или печени. Впрочем, они появлялись не только на богатых столах для иностранных гостей. Здесь белки животного происхождения, которые очень хорошо усваиваются организмом. И много очень полезных веществ молодому растущему организму. На две порции супа-пюре из печени понадобятся куриный бульон, куриная печень, 100 граммов, лук и морковь, сливочное масло, пшеничный хлеб, мука, яйцо, молоко, растительное масло, петрушка, соль и перец. Для начала сделаем гринки. Удаляем с хлеба корочки и нарезаем кубиками. Подсушиваем 10 минут при температуре 180 градусов и нарезаем овощи. Нам еще понадобится охлажденное молоко, но мы его должны предварительно вскипятить. Печень обжариваем на растительном масле 5 минут. Добавляем лук, пассеруем, пока он не станет полупрозрачным и затем помещаем в сковородку морковь. Нам понадобится пассерованная мука. Пассеруем мы ее без жира. Теперь добавляем в печень часть куриного бульона и тушим 20 минут. Горячую мучную пассеровку мы тоже будем разводить куриным бульоном. Будем протирать через сито. В готовый соус наливаем еще немного бульона и перемешиваем, а печень и овощи пропускаем через мясорубку. Добавляем жидкость, которая образовалась при тушении смеси и измельчаем с помощью блендера. Перемещаем в кастрюлю. Добавляем разведенную мучную пассеровку, довели его до кипения. Здесь мы будем использовать в основном только соль, потому что это диетическое блюдо. Убираем суп с огня. Взбиваем яйцо с охлажденным молоком и добавляем смесь в блюдо. Перемешиваем суп и наливаем в тарелки. Сверху сливочное масло. Подаем суп с зеленью и гринками. Рецепт супа-пюре из печени. Обжарьте печень в течение 5 минут. Добавьте нашинкованный лук, жарьте до полупрозрачности. Поместите в сковороду нарезанную морковь. Жарьте, пока она не станет мягкой. Добавьте в смесь бульон, тушите 20 минут. Пропустите печень и овощи через мясорубку, измельчите с помощью блендера. Прогрейте муку на сковороде и добавьте немного бульона. Перемешайте соус, процедите и вылейте в суп. Взбейте яйцо и смешайте с охлажденным кипяченым молоком. Добавьте в суп. Подавайте суп-пюре со сливочным маслом, зеленью и гринками. Картошка с сахаром. Удивлены? Так этот овощ ели в эпоху Петра Первого. Картофель считали экзотикой до 18 века. Его селекцией в то время занимались редкие энтузиасты-любители. В Советском Союзе были открыты селекционные станции. Одна из первых начала работу в 1919 году в селе Коренево Московской области. К 1930-му она выросла до научно-исследовательского института. В 70-е на долю Советского Союза приходилось 40% мирового производства картофеля. Блюда из него всегда были в меню предприятий общественного питания страны. Даже из пюре можно было сделать самостоятельное блюдо, например, запеканку. Мы ее готовили большими порциями, на больших листах. Трудоемкость небольшая, удобно было в предприятии готовить. На две порции запеканки с мясом берем 4 клубня картофеля, смешанный фарш, столовую ложку сухарей для панировки, сметану, сливочное масло, лук, растительное масло и яйцо. Для украшения столовую ложку зеленого горошка, соленые огурцы, соль и перец. Режем картофель, кладем в горячую подсоленную воду и обжариваем фарш. Мясо будет сероватого цвета, это будет говорить о готовности. Подрумяниваем нашинкованный лук. Тем временем мясо будет готово. В конце мы можем заправить немного мукой. Это даст потом распределение равномерного фарша, он не будет комочками. Соединяем лук и мясо. Добавляем в фарш соль. Готовый картофель подсушиваем при закрытой крышке. И протираем его. Перекладываем в другую емкость для того, чтобы он остыл до нужной температуры. Взбиваем яйцо. Часть этой смеси выливаем в картофель, а часть оставим для смазывания. Перемешиваем. Мы будем использовать для приготовления разовые формочки. Смазываем формы растительным маслом, посыпаем сухарями. Затем выкладываем картофель. Чтобы легче было формовать, ложку можно окунать в горячую воду. И выкладываем мясо. Сверху еще один слой картофеля. Соединим сметану с яйцом, чтобы покрыть поверхность изделия. Запекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут до появления золотистой корочки. Растопленное сливочное масло дольше запеканки позволяет не остывать. Рецепт картофельной запеканки с мясом. Отварите картофель в горячей подсоленной воде, подсушите и сделайте пюре. Обжарьте измельченный лук и отдельно фарш. Добавьте в фарш муку и прогрейте еще одну-две минуты. Перемешайте с луком. Взбейте яйцо, половину массы влейте в охлажденное пюре. Возьмите формы и выложите в них слоями картофеля мясо. Сверху смажьте сметаной, смешанной с оставшимся яйцом. Запекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов. Подавайте зеленью, огурцами и зеленым горошком. 350 сортов. Столько хлебобулочных изделий выпускали в СССР. Еще до Октябрьской революции ремесленники и купцы, например, Иван Филиппов, радовали покупателей знаменитыми французскими булками и ситным хлебом. В Советском Союзе традиционное искусство выпечки не было забыто. Пекарни национализировали, но ставку сделали на хлебные комбинаты. В 1924 году начался выпуск современного оборудования для хлебозаводов. Уже в 30-х Москва среди всех городов в мире заняла первое место по уровню механизации хлебного производства. Кто в советскую эпоху не покупал булочной ароматной буханки, берлинскую сдобу или так называемую мелочь? В числе штучных изделий были и различные калачи. От знаменитых московских до более простых сметанных, которые так нравились детворе. Мы чаще готовили эти калачи сметанные. Наверное, школьная столовая использовала для приготовления, магазин, кулинария. Для калачей понадобятся сахар, мука, сливочное масло, 3 яйца, мак, сметана, сода, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Растопим сливочное масло и добавим сметану. Отдельно взбиваем яйца, часть оставим для смазывания выпечки и добавляем в смесь сахар. Некоторое количество просеянной муки мы отделим для того, чтобы могли формовать. Добавляем ароматизаторы, это ванильный сахар, соду и небольшое количество разрыхлителя. Всыпаем в муку соль и перемешиваем. В сметанную смесь вливаем яичную и добавляем муку. Оставляем тесто на 15 минут, а после делим на бруски. Формируем шарики, раскатываем их и делаем калачи. Каждый смазываем яйцом. Сверху украшаем маком. Выпекаем при температуре 200 градусов 15 минут. Рецепт сметанных калачей. Растопите сливочное масло и перемешайте со сметаной. Смешайте взбитые яйца с сахаром. Всыпьте в муку соду, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Соедините сметанную и яичную смеси. Добавьте муку, замесите тесто. Оставьте тесто на 15 минут. Затем сформируйте калачи. Смажьте калачи яйцом и украсьте маком. Выпекайте при 200 градусах 15 минут. Салат здоровья иногда называли щеткой или метелкой. Считается, что он очищает организм и помогает сбросить вес. Существует более 10 вариантов приготовления этого салата. Но попробуйте наш рецепт и убедитесь, что раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова